В последние годы сельское хозяйство Кыргызстана прям радует. Фермеры один за другим применяют новые технологии и зарубежный опыт. Вот и сегодня мы покажем, как выращивают новый для Кыргызстана сорт салата. Мы в Соколукском районе Чуйской области, недалеко от Бишкека, и на этом поле соединились усердия кыргызских фермеров и опыт европейских агрохолдингов. Салат «Литл Джем». Кстати, люди его прозвали нашей в Кыргызстане «Розочкой». В Европе его используют в оригинальном рецепте салата «Цезарь». Для нас, поваров, знаете, это вообще находка. Все проходит под контролем европейцев. В голове чешские слова что-то. Азим Ирза, здравствуйте. Вот такая Петрушка. Рады быть у вас в гостях. Добро пожаловать. Азим Исаков. 33 года. Жена, двое детей. Высшее образование в сфере IT. Занимается проектом по распространению европейских агрокультур в Кыргызстане. Как это все работает, кто за что отвечает и как европейцы оказались здесь в Кыргызстане? Компания состоит из трех учредителей, из местных. Из Англии также есть учредители. Компания крупный агрохолдинг с 70-летней историей. Чешский учредитель, у него история существования порядка 50 лет. Мы выращиваем салат айсберг, лук, шалот, сельдерей и сладкая кукуруза. Салат литл джем в простом народе называется мини-римский. Для Кыргызстана это новая позиция, которая до этого не выращивалась здесь. Задача вырастить, сделать это максимально качественно. Попробовать внедрить культуру потребления для нашего населения подобного салата. Потому что он очень богат минералами различными, он богат различными полезными свойствами. И в Европе его используют в оригинальном рецепте салата цезарь. Вот так выглядит шестидневная рассада салата литл джем. Примерно через месяц все это можно уже высаживать на большое поле. И этим занимается агроном Айтын Шабданов. Здравствуйте. Да. Хочу напомнить, что вы, наверное, самый молодой агроном, которого я когда-либо встречал. Айтыну Шабданову всего 19 лет, но о его возрасте, о том, как он всего этого достиг, мы поговорим попозже. А сейчас говорим о салате литл джем. Семена были привезены из Чехии, а также так называемые кассеты пластиковые тоже были привезены из Европы, из Чехии. Это такие кассеты, в которых находится 260 штук рассады, а также данный субстрат тоже был привезен из Европы. Субстрат он сделан на основе торфа органика. Он хорош при высадке на открытый грунт, то есть хорошая приживаемость салата. В этой теплице вырастили больше 300 тысяч единиц рассады. Вся она успешно прижилась на нашем поле, а также мы продолжаем сеять семена. Когда мы наблюдаем весь процесс от семян до поля, можем смело гарантировать наше качество. В противном случае, если бы мы возили рассаду из других стран, мы бы не знали, как она росла, какие там были агротехнические процессы. Здесь у нас растет салат Little Jam. Кстати, люди его прозвали нашей в Кыргызстане розочкой, потому что, как видите, он похож на розу. Но самая вкусная часть его находится в середине. То есть крайние листы мы убираем. И вот самый смак находится внутри. Чтобы узнать о вкусовых качествах отечественного салата Little Jam, мы обратились к профессиональному повару. Чнара Джем, мое почтение. Добрый день. Что мы будем сегодня готовить? Мне уже подсказали, что в оригинальном рецепте используется именно этот сорт. Раньше вы чем пользовались, когда вот у нас не выращивался этот сорт? С турецкими Little Jam. Срок ранения у них маленький, потому что вы представляете себе, пока с Турции, да, к Кыргызстана, когда приезжает, это ждет очень долго. А сейчас вот с поля, сейчас и через час уже у нас на кухне для нас, поваров, знаете, это вообще находка. Она, во-первых, держит свою форму, костящий очень. Я вам хочу тоже приготовить очень простой и легкий напиток смузи. В Little Jam очень много содержится магния, кальций, фосфора. Так, для начала наливаем воду питьевую. Добавляем Little Jam. Три-четыре листочка. Добавляем яблоко. Можно апельсин добавить, можно грушу. Можно даже, кто не любит послаще, можно вообще со шпинатом делать. И вот пробиваем смузи. Ну, пожалуйста, уже наш смузи готов. Цвет красивый, зеленый, цвет лета. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы попробовали. Ой, спасибо большое. Люблю что-то пробовать, когда снимаю программу. Это вообще для смузи, для у кого сердечников, у кого диабет, аппаратно-двигательный аппарат хорошо помогает. Мне кажется, когда пьешь его здоровым, он еще вкуснее. А вы знаете, что кто хочет похудеть, она мягко очищает кишечник. Благодаря этому можно восстановить свой организм. И хотя вы будете через день его пить, вы сами заметите, как вы наполняете энергией. Ваша кожа становится сияющей, яркой. Мягко упругой? Мягко упругой. Благодаря нашим литл джемам. Еще очень хорошо освежает. Мы даже начали добавлять литл джем в нашу восточную кухню, влагман. Добавляем влагман. Очень вкусно получается, сочно. От момента посадки семян до момента поставки до клиента все проходит под контролем европейцев. Людей, которые не один десяток лет занимаются этим делом и разбираются в этом больше, чем кто бы там ни был. Первое время прилетали специалисты из Европы, которые анализировали здесь. Но жить они здесь, понятное дело, не могут. Поэтому было принято решение отправить нашего, скажем так, молодого человека на обучение в Прагу. Не на повышение, а на получение высшего образования в сфере агрария. Какие достижения, если взять этот год прошедший? Я выучил чешский язык. Довольно хорошо, я бы сказал. То есть спокойно могу разговаривать с чехами. Во-вторых, научился очень многому в плане агросектора. Когда я прилетел сюда, начал этот проект, я созванивался почти каждый день. Потому что каждый раз новые проблемы, новые вопросы. Где-то что-то нужно спросить, где-то что-то снять на видео, отправить, показать. Как мне подсказали, в Чехии уровень использования техники в сельском хозяйстве достигает 80%. На этом поле показатель пока в два раза меньше, но успехи уже есть. Чтобы вспахать землю, приезжала специальная техника, опять же из Чехии. И вот что она сделала. Салат растет на таком пригорке. Дело в том, что ему нужно очень-очень много воды. Она поступает по системе капельного орошения. И растения берут ровно столько влаги, сколько им нужно. А все излишки стекают в эти канавки по бокам. В Чехии из-за того, что там гораздо чаще идут дожди, там эти каналы всегда заполнены водой. Мы даже привезли специальные ножи, которые выполнены таким образом. Они позволяют удобно вырезать салат. Во-первых, вам нужно левой рукой придержать качан. Чуть-чуть его наклонить, то есть открыть пространство. Да, да, именно так. И правой рукой, не сильно наклоняясь, порезать. А, все, понял. Из-за того, что нож имеет такую форму, мне не нужно так садиться. Я могу вот с этого положения... О, не с первого раза, правда, да? Если честно, сильно непонятно. Зачем это европейцам? То есть, зачем это вам? Ну, ясно. А им зачем? Они крупная компания, работают, все хорошо. Зачем им начинать все с нуля в далекой-далекой стране? Одной из основных целей проекта является экспорт в страны СНГ. В Казахстан, в Россию. Там культура потребления, допустим, того же салата мини-римского, литл джем, она более-менее сформирована. Не оставляем без внимания Европу. Также цель поставлять какую-то часть, допустим, лук-шалот. У нас цель его здесь выращивать и поставлять в Европу. Европейские семена при помощи европейцев завести в Кыргызстан, вырастить здесь и продать обратно европейцам? Все верно. Математически это может быть даже очень интересно. Даже для тех же европейцев, возможно, будет выгоднее покупать у нас, нежели самим выращивать. Продажа продукции на местный рынок и ближние зарубежья налажена уже сегодня. С 8 гектаров опытного поля каждую неделю отправляют по 10 тонн продукции. В том числе в Казахстан. В планах на 5 лет засеять уже 50 гектаров. Тогда европейский салат из Кыргызстана станет лидером на рынке СНГ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok